добрый день дорогие друзья с вами елена романова и сегодня мое видео о том что нужно приготовить для укрытия наших с вами розочек в первую очередь необходим вот такой но именно такой а какой-нибудь хороший секатор этот секатор у меня предназначен именно для розочек очень мне понравился от фирмы фискарс это плоскостной секатор которым я обрезала розочки под высоту укрытия и обрезала листики об этом я говорила и показывала в предыдущих видео все мы с вами знаем что необходимо замазать эти срезы пастой и некоторые спрашивают что за пастора нет то есть вот такая паста стоит она недорого 63 рубля то есть этой пасточкой мы с вами замазываем срезок я вам покажу вот так она выглядит такая паста замазываю я вот такой вот палочкой из-под мороженого ну кто кто чем замазывает кому чем удобнее то есть очень рекомендую вот эту пасту для того чтобы не было намокания срезов не было загнивания и не присоединялась никакая инфекция то есть очень рекомендую именно вот такую вот пасту есть разные еще паста но я пользуюсь вот такой пастой то есть вот такой должен выглядеть срез после обработки вот так вот так должны выглядеть срезики что дальше дальше я вам рекомендую обязательно подготовить уже вот такие либо приманки и приманки как отпугиватель наоборот да отпугиватели от крыс и мышей то есть там зернышки которые не очень вкусно для них пахнут они не будут приходить в укрытия в которых они очень любят зимовать в укрытиях с розами то есть там потеплее там еда есть то есть для того чтобы не повредить наши розочки мы с вами должны обезопасить либо вот такие вот такие вот такие вот еще сырные тесто сырные брикетики различных очень много средств для того чтобы избавиться от мышей либо можно использовать еще кое-какие средства которые очень неприятно пахнут для них это например деготь да то есть можно смазывать какие-то палочки поставить либо тряпочки разложить которые будут их отпугивать мышек вот так дальше вот такие скажу что за хомутики в прошлом видео видели вот такие вот хомутики которыми мы с вами скрепляем сетку вместе с карматуре прикрепляем я сейчас пройду покажу как прикреплены и для чего они нужны можно конечно скреплять проволочками но очень удобно вот использовать такие хомутики которые продаются строительных магазинах также нам необходимо естественно будет подготовить спанбонд сготовьте его заранее потому что в строительных магазинах либо садовых центрах может их не оказаться на время укрытия когда мы с вами будем кровать может быть уже в конце ноября может быть даже в декабре будем укрывать когда будет стабильная минус 5 минус 7 вот то есть шестидесятка может быть либо сотку можете использовать сотку тоже можно вот такие приготовьте пакеты видео основном снимаю естественно для своих девчонок с которыми вместе сажали розочки вот такие ну как не знаю не сахарные что ли эти пакеты потом обязательно вам расскажу и покажу для чего я их буду использовать также необходимо вот такие саду эти канцелярские скрепки приготовить то есть должно быть приготовлено заранее можно вот такие тоже приготовить скрепочки но они не очень прочные вот если у вас розочка мало ли получается так давайте я покажу у меня то конечно вот тут ровненько до срезик вот так вот то есть он не упирается если вдруг получается так что упирается либо выходит что он может прорвать у вас укромой то есть я беру вот такую крышечку либо можно от любой другой бутылочки крышечку взять вот сюда капельку пластилина немножечко и то есть вот так вот и вот так вот прикрепляете на срез например торчал бы у меня здесь повыше бы немножко то можно вот так вот раз и обезопасить чтобы вашу клубной не порвался вот такие тоже можно приготовить то что мы сами должны обязательно приготовить также приготовить доски кто будет укрывать так как я вот этот первый розарий арматура должна быть приготовлена любая какую бы вот это мне муж сварил покажу вот такие арматуры буквой п сарен и вот так вот то есть должны быть приготовлены у кого дуги да то есть дуги приготовлены сейчас я покажу для чего нужны хомутики просто меня спрашивали что за хомутики сейчас покажу вот такие дуги можете приготовить да кто чем будет укрывать вот такие дуги стеклопластиковые и вот когда мы с вами крепим сетку для того чтобы снег не проваливался который будет падать на спонбонд и утяжелять его мы можем использовать так вот хомутики для прикрепления именно к вот этим дугом здесь у нас укреплено такими проволочками самом начале а тут уже вот именно вот такими хомутиками ну все готовимся к укрытию всем всего доброго и до новых встреч с вами была елена романова пока пока